Красноярский футбольный Енисей готовится ко второму кругу Олимпиевенства Футбольной Национальной Лиги. Его начнет с новым главным тренером. Сейчас наша команда практически в середине турнирной таблицы, если быть точным, на девятом месте. Какие же планы на вторую половину первенства? Мы поговорим сегодня с директором клуба Алексеем Уваховым. Алексей Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос, наверное, более глобальный. В скором времени у вас заканчивается контракт, но тем не менее обновлен тренерский штаб. И вот хотелось бы какие-то ближайшие перспективы на будущее. Говорит ли это о том, что вы продолжаете работать и контракт с вами будет продлен, или вы его продлеваете, и в связи с чем изменение тренерского штаба. И вот перспективы здесь на ближайшее будущее, а может быть какие-то глобальные стратегические перспективы? Ну, много вопросов приходится решать, но одни из основных – это как конкурировать с рейтингом мадридского реала и где взять деньги на ксерокс. Поэтому, конечно же, мы, несмотря на все контрактные обязательства, работаем здесь и сейчас, и смотрим будущее с оптимизмом. Поэтому очень важная составляющая – это тренерский штаб. Мы не имеем возможности сейчас пригласить высокоименитых и дорогих специалистов, но при этом мы всегда стремимся к нашу мечту, чтобы и не все всех выигрывать, держать в уме. И если говорить конструктивно, то мы искали тренерский штаб, который бы поставил нам хороший атакующий футбол, который бы развивал наших игроков, ну и самое главное – добивал спортивных результатов. Поэтому я считаю, что вот этот тренерский штаб очень перспективен, очень интеллектуален, и я думаю, что именно с ним мы готовы стартануть значительно вверх, чего хотят все мы и болельщики. Ну, а то, что касаемо вашего контракта, он подходит к завершению, и с учетом того, что вы прогнозируете атакующий футбол и дальнейшую перспективу, говорит ли это о том, что вы продолжите работать дальше? На самом деле, был разговор с Министерством спорта, и да, есть предложение продлить и идти в этом векторе. Но здесь важно понимать, насколько мы готовы ставить задачи. Мне бы хотелось, что после того, как мы преодолели все эти трудности, которые были, по спасению клуба, по выстраиванию правильной структуры, по ступенькам развития футболистов, проведение соответствия экономики, контрактов прогрессивных, стратегии взаимодействия с болельщиками, с партнерами, что очень важно. И я могу сказать, что сейчас клуб финансово устойчивый, есть правильная спортивная структура, есть ступеньки для развития игроков молодых в лице ФНЛ-2, и самое главное, уже идет подпитка с этих ребят в главную команду. Они уже не играют, а переносят результаты. Поэтому здесь важно понимать, что это большая ответственность руководить футбольным клубом, потому что это очень интересная, очень, скажем так, стрессовая работа. И мне бы хотелось, чтобы наш футбольный клуб Енисей при наличии вот этого фундамента, вот этого основания, сейчас уже решал спортивные задачи. Вот, задача здесь простая. Нужно в этой лиге стать лучшей командой. Вот, ну, понятно, для этого нужно было все выстроить. И я считаю, что даже если это не произойдет, заключение контракта со мной, то тот руководитель, который придет на эту должность, то он оценит все, что было сделано, ну, вот за этот период. То есть сейчас можно говорить о том, что девятая строчка в рейтинге – это достаточно серьезный устойчивый фундамент, с которого можно уже достигать спортивный результат. А здесь важно не девятая строчка, здесь важно понимать о том, что, я еще раз говорю, что у нас есть экономика, которая соответствует, есть правильная спортивная структура, есть маркетинг, да, и клуб сейчас стал инвестиционно привлекательным для партнеров. Поэтому то основание, которое есть, оно уже сейчас крепкое, и клуб готов для достижения спортивных результатов. Мне бы хотелось, чтобы учредитель, клуб, болельщики, все мы, единым целым поставили себе задачу для решения высоких спортивных задач. Потому что я считаю, что Красноярский, Красноярский край достоин, чтобы у нас был классный, эксклюзивный футбол, который бы идентифицировался с мощью Красноярского края. Поэтому посмотрим. Тогда к решению спортивных задач. Как сейчас идет подготовка команды? Подготовка началась, уже пошла вторая неделя, где команда готовится в Красноярске. Все наши три профессиональные команды сейчас проводят первый сбор, проведено медицинское обследование, идет ознакомление, идет селекция. И самое главное, что я вижу огонь в глазах у футболистов и у футболисток. У нас осталось уже немного времени, это месяц для, на мой взгляд, одного из самых главных матчей 22-го года. Это матч с «Локомотивом» в Москве в 1-8 Кубка России. Поэтому, конечно же, мне лично хочется, чтобы мы в этом матче не только показали красивый футбол, но и добились результата. Ну и потом сразу же за этим матчем идет уже остаток фермиста, где мы, да, сейчас на 9-м промежуточном месте, но есть все предпосылки для того, чтобы мы этот отрезок провели успешно и поднялись в турнирные таблицы. А следом уже идет, буквально в мае заканчивается этот сезон, а в июле уже начинается следующий. И, конечно, уже сейчас важно понимать наши экономические возможности по сохранению костяка. Это сейчас идет переговоры, перезаключение контрактов с ведущими футболистами. Поэтому идет хорошая, нормальная, интересная работа, но это очень важный отрезок сейчас подготовки к сезону. Вот вы говорили о том, что идет подпитка молодыми кадрами. Выйдут ли в составе новички? Ну, могу сказать, что они в том году уже выходили, и Окладников забивал, и Самойлов выходил, и сейчас тренерский штаб активно просматривает, и идет хорошее взаимодействие, идентика с второй командой. Буквально на каждой тренировке принимает участие 5-6 футболистов из второй команды. Это молодые наши красноярские ребята. Есть ребята из сибирского региона, потому что мы проводили селекционный сбор осенью. Это мальчишки 2003-2004 года. И важно сейчас понимать их перспективу, мышление, технику. Поэтому мы активно их внедряем в главную команду, для того, чтобы понять потенциал. И уже на первый сбор, и на сегодня был разговор с тренерским штабом о том, чтобы есть планирование, кого мы будем брать со второй команды на сборы в Турцию. И, конечно, нельзя не задать вопрос о нашей женской команде. Как у них дела? Наши девушки, скажем так, мы сохранили костяк. Мы усилили тренерский штаб нашим местным специалистом из мужской команды. Артем Васильевич Баранов сейчас присоединился к девушкам. И могу сказать, что конкуренция очень большая в женском футболе. Но мы одна команда, которая за Уралом играет в Суперлиги. Никто больше не играет. А конкуренты у нас очень серьезные. Это и «Зенит», и «Локомотив», и «Краснодар». И практически вся футбольная мужская элита сейчас имеют женский клуб. Поэтому «Красноярский Енисей» имеет женскую команду, которая играет в самой лучшей женской лиге, которая называется «Суперлига». Поэтому там все на самом серьезном уровне. И большая конкуренция и за футболисток, и за футболистов. Вообще женский футбол сейчас набирает большие обороты. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что сегодня мы говорили с директором футбольного клуба «Инисея» Алексеем Иваховым. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...